Я всех приветствую на своем канале и сегодня я приглашаю вас побродить со мной по антикварному магазину. Этот магазин что-то типа нашей комиссионки. Помните, такие раньше были? Под одной крышей продается товар, который принадлежит разным продавцам. Мне интересно, есть ли среди моих подписчиков кто-то, кто разбирается, например, в английском фарфоре. Может быть этот штампик что-то им скажет. Мне, честно вам скажу, ничего не сказал, потому что я не специалист. Вот эта секция, на которую мы сейчас с вами смотрим, представляет товар, который был произведен в конце 30-х, начале 40-х годов. Разные тут вещи, и фарфор, и дерево. И что тут еще есть? И металлические изделия, и украшения. Разные, разные совершенно предметы. Серебро, по-моему, внизу даже лежит. Давайте посмотрим. Похоже на серебро. Цену можно проверить. 5 фунтов вот эта штучка. Сложно сказать, серебро или нет. Штампика нету никакого. Может и серебро. Не знаю. Стеклянные шарики разноцветные. Это грузики для того, чтобы ваши письма на столе не разлетались. Бутылочка для парфюмерии. Смотрите, какая выглядит. Практически новой. Если верить табличке в начале этого стенда, что это приблизительно 40-х годов, то выглядит даже очень неплохо. Смотрите, какая пудреница или зеркальце. 20 фунтов. Как я снимаю? У меня камера приделана к рюкзаку. Руки свободные у меня, поэтому я могу все трогать. Но, возможно, будут какие-нибудь недочеты в съемке. Можете давать комментарии. Смотрите, говорите, пожалуйста. А вот эта фарфоровая штучка стоит 10 фунтов. И написано на ней, что это итальянская винтажная ослиная повозочка. Я так думаю, что это просто емкость, чтобы складывать какие-нибудь мелочи. Навряд ли туда поместится цветок. Странная конструкция. А, это две разных вещи. На кастрюле лежит столярный прибор за 16 фунтов. А это кастрюля копососпиан. 40 фунтов. Это медная кастрюля с такой крышкой. Я, как всегда, обращаю внимание на какие-нибудь необычности. Смотрите, какая штука меня заинтересовала. Оказывается, это паяльная лампа. Сделана из латуни. Старинная штука. И стоит она 22 фунта. Меня поражает, как англичане бережно относятся ко всему старому. Вот тут есть такие вещи, которые я лично бы просто, наверное, выбросила. Вот, смотрите, открывашки. Старые 4 фунта открывашка. 7 фунтов открывашка. Такие уже полузаржавевшие. Вот, видите, сохранили и принесли, продают. Если не было бы спроса, то ни бутылочек, тут ни открывашек, ничего бы не было. Кстати, вот интересно, придя в такой магазин, вы видите историю страны. Какие-то старые вещи, домашняя мебель, домашняя утварь, посуда. Кстати, вот это вот краник под пивной бочки старинной. И стоит 14 фунтов. Смотрите, какой наборчик. 6 тарелочек маленьких и одно большое блюдо. Вроде бы в хорошем состоянии. Я не вижу никаких недостатков. И стоит такой набор 30 фунтов. А вот эти черпаки, это измерительные емкости для виски, рома и бренди. Я не специалист в этих напитках. Единственный бренди, который мы покупаем, это кальвадос французский для готовки. Какие красивые, блестящие. Смотрите, старые пластинки виниловые. Раньше у нас тоже было много, но мы от них избавились. А тот, кто их сохранил, сейчас вот продают. Что-то они стоят. Давайте поднимемся на второй этаж. Магазин достаточно большой, я даже не ожидала. Давайте погуляем по второму этажу. Смотрите, пилы на стенах висят, корзинки, настольные лампы. Просто чего тут только нету. Мне интересно, этот медведь старый или нет. Нет, медведь современный, 15 фунтов. Кто-то сделал сам и продает. Видите, тут не только антиквариат, тут есть и современные вещи. Есть, как говорят, винтажные вещи, вот как эта чашка. Таких чашек выпускалось каждому юбилею, каждому дню рождения. Их очень много. Эта чашка стоит 5 фунтов, но если вы хотите купить такую новую в магазине, то это 15 фунтов. Поэтому люди покупают здесь. Уже можно сделать и вывод про этот магазин. Тут есть все, и современные вещи, и винтажные вещи, и антиквариат. Винтаж – это вещи, которые старше 40 лет, а антиквариат – это вещи, которые старше 100 лет. Свинтаж – это то, что старое, но еще антиквариатом не стало. Смотрите, какие челюсти. Что это такое? Вот я уронила бумажку. Такие написано. Переверните верх ногами, и можно использовать эту конструкцию для того, чтобы ставить свои зубные щетки. И стоит этот держатель для зубных щеток 32 фунта, и считается он винтажным. Смотрите, какие маленькие чашечки. 3 фунта чашечка с блюдцем вместе. Я обратила внимание, что люди активно что-то покупают. Внизу на кассе постоянно стоит очередь. И все, кто ходит вокруг меня, у всех в руках какие-нибудь потенциальные покупки. Одну женщину видела, но я ее не засняла. У нее вообще места не было в руках. Она не могла держать, столько у нее всего было. Обратите внимание, видите, вывеска. Вот такие вывески старинные продаются и на барахолках, и в антикварных магазинах. Смотрите, какой наборчик. 15 фунтов, такие малюсенькие бокальчики. Все они разной формы и разноцветные. Красивенькие такие. У кого проблема с алкоголем, кто не хочет много пить, вот по чайной ложке в каждый бокал, не больше. Тут книги. Я потом сюда вернусь, когда будет свободно. Настольная лампа, 40 фунтов и написано в исправном состоянии. Еще больше фарфора, целый сервиз. В этой секции картины. Я обратила внимание, что в магазине достаточно много картин. Есть и акварель, есть и масло, есть и акриловые. Но основная масса все же распечатанная картина. Смотрите, какой Ван Гог. Вы знаете, тут столько всего разного. Так как тут системы особой нету, поэтому видите, он и ремешок какой-то, и тарелка, все в одной куче. А тут вот старинная мебель. Вот это действительно старинное кресло с большой такой дыркой. Тарелки и маленький журнальный столик. Я на мебель всегда обращаю внимание. Только не на мягкую мебель. Вот деревянные стулья или столики какие-нибудь. Но у меня антикварной мебели нету. В доме у меня мебель вся современная. Смотрите, какого цвета янтарного стакана. А внизу там стоит, похоже, больничная утка старинная. Но я ее не буду смотреть. Давайте дальше пойдем посмотрим. Внизу кто-то что-то уронил, грохот был. Смотрите, винтажные нитки и винтажные выкройки. 4 фунта каждая выкройка. Винтажные это 40 лет и больше. Такой вот возраст вещей. Смотрите, какой портфельчик кожаный 18 фунтов. Опять пластинки. И стекло, фарфор, коробки. На английском телевидении есть несколько передач, у которых приблизительно один и тот же формат, как люди покупают какие-то необычные вещи вот в таких магазинах либо на барахолках. Потом их продают и сравнивают свою прибыль. Смешные передачи, такое развлечение. Смотрите, какая вешалка в виде рыбьего хвоста 32 фунта. Вы знаете, я уже совсем запуталась. Где я побывала, где я еще не побывала. Смотрите, какая красивая ваза с крышкой. Пузатенькая. Тут я была. Портфель помню. И пластинки. Тут я очень быстренько все осмотрела. Дайте дальше пойдем. Тут я тоже была. Книги хотела вернуться посмотреть. Мелочи. Смотрите, полушубок. Похоже, кроличий полушубок. Я не видела, чтобы кто-то носил здесь меха. Никого с натуральными мехами я не видела пока еще. В Лондоне есть известный магазин. Либерти называется. Вот эта вот сумка из этого магазина. Она винтажная. Стоит 50 фунтов. Кстати, если вы окажетесь в Лондоне, то я вам рекомендую посетить вот этот вот магазин, из которого сумка. Магазин Либерти. Он очень старый. Был открыт еще в 1875 году. И там есть на что посмотреть. Смотрите, какой стол. Стол похожий старинный. Написано, что начало 20-го столетия. 100 лет столу. Стол качественный. Этот стол еще прослужит очень много лет. Ведь это просто дерево. Сплошной кусок дерева. Видите, какие деревянные ящички. Кто-то разлил чернила. Похоже. Вот когда вы видите такие вот ящики, то не обязательно они будут старые. Потому что сейчас народные умельцы мастерят новые ящики такие. И их подделывают под старые. Смотрите, мешок для зерна. Кому нужно зерна ухранить. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, чтобы тут что-то найти, что вас интересует, наверное, надо хорошенько посмотреть, порыться. Помните времена, когда был популярен хрусталь? Вот, целая полка хрусталя. Мне нравится разноцветное стекло. Симпатичные такие бокалы. 28 фунтов стоит. Выглядит новым. Среди старых вещей вот этот вот бачок, сделанный в виде рекламы компании. По-моему, американская эта компания. Но это вещь новая. Все остальное тут старое. А вот это вот интересно. Вот это вот специальное ведро для угля. 35 фунтов стоит. И это викторианская эпоха. Люстра выглядит современной. Цену почему-то не указали. Но написали на этикетке, что у них можно купить больше 20 таких люстр. КОНЕЦ КОНЕЦ Смотрите, какие машинки. Винтажные игрушки. В основном сделаны из олова. Видите, какие 23 фунта стоит автобус. Чего только люди не продают. Смотрите. Палочки. Даже палочки продаются. Парус. Насколько я понимаю, это, наверное, игрушечный парус. Для игрушечной лодки. Либо кораблика. Вот эти вот фарфоровые статуэтки. Известные английской компанией. Которая называется Royal Dalton. Эта компания производит не только такие вот мелочи, но и посуду. Это какие-то политические деятели. Трудно, конечно, понять, кто это. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотрите, еще картины здесь. Тема моря, почти айвазовский. Я шучу, конечно, это не айвазовский. И похоже, это не картины, а распечатки. Еще баночки парфюмерные, украшения, тарелки. Вы знаете, тут дня будет мало, чтобы посмотреть товар на каждой полке. Я ведь только прохожу и смотрю на центральных полках. Иногда вниз посмотрю, но невозможно просто все пересмотреть и поместить это в видео. Мне все равно придется вырезать много. Хочется показать, но сложно показывать, потому что я сама все не успею просто пересмотреть. Я не знаю, почему, но меня всегда тянет на эти чашки. Я еще ни одной, кстати, не купила, но всегда смотрю на них. Я вам говорила, что тут продается старая реклама. Вот эта вот корова, это старая реклама английской компании, которая выпускает мороженое. КОНЕЦ 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 Смотрите, какой глобус. Написано, винтажный, 25 фунтов. Винтажный, наверное, лет 50 ему. Может быть, меньше, может быть, больше чуть-чуть. Реклама Кока-Колы. Очень много рекламных щитков здесь. И старых, и не старых. КОНЕЦ КОНЕЦ Смотрите, два кресла викторианская эпоха стоят 148 фунтов. В очень хорошем состоянии. Кресло, конечно, на любителя, но ничего не поломано, не поцарапано, как новенькие. Вот такие вот маленькие детали, как бижутерия, например. Чтобы ее показать качественно, мне нужно снимать другой камерой. А эта камера сблизи не очень фокусируется. Особенно, если я в таком освещении неестественном. На улице она снимает замечательно. А если искусственное освещение, то камера немножко не тянет. Смотрите, туалет. Вроде аккуратный. Смотрите, даже птички продаются здесь настоящие. Или, как по-русски правильно сказать, чучело. Но это, конечно, на любителя. Фарфор. Фарфора очень много. Думаю, что любители фарфора здесь могут найти очень много интересных, красивых вещей. Камордео. Это очень много. Продукт. По-русски. Танцент. Камордео. По-русски. Камордео. Смотрите. кассы постоянно очередь я хочу вам только светофор показать видите вдали светофор отсюда хорошо виден настоящий а еще вот это вот место около кассы вы тут можете положить весь товар который у вас в руки не помещается и потом прийти и взять его и оплатить что люди делают люди собирают все туда складываю это потом оплачивают еще больше хрусталя всякого разного вилки полотенца еще больше фарфора а вот это сделано как шутка для любителей мотоциклов парковка для мотоциклов харли только а японские мотоциклы будут раздавлены пришлось меня наверх подниматься чтобы найти своего мужа потому что он одно смотрит я другое смотрю и получается чтобы друг за дружкой не ходить мы по отдельности ходили так легче было опять эта секция сейчас мы уже уходим собираемся на выход я уже собираюсь уходить спасибо вам за внимание до новых встреч и пока пока вы знаете англичане очень большие юмористы я вам просто переведу эту надпись средства для дезинфекции рук обогащенная 10 процентным раствором здравого смысла через 60 секунд после использования нашего модифицированного геля вы почувствуете непреодолимое желание быть вежливым к другим и уважать их личное пространство он также сделает ношение маски удобным и если вас попросят подождать в очереди вы сделаете это с веселой улыбкой на вашем лице хотя она будет спрятана под вашей маской спасибо